Продолжаю ежедневные выпуски рубрики «Камчатка. День за днём» моего уютного видеодневничка. В этой рубрике я на материалах публикации периодической печати прошлого века рассказываю о том, что творилось на полуострове в разные годы прошлого века, в этот самый день. Сегодня мы будем читать главную газету полуострова «Камчатскую правду». 1934 год, третий день февраля. В этот день в «Камчатской правде» было опубликовано стихотворение «Каргина, семнадцатой». Корабли уходили в рассвет, скользя в туманную бездну, неся с далёкой Камчатки привет семнадцатому портсъезду. В эту минуту в Красной Москве за необозримой далью в Кремле на трибуну взошёл человек с остальным именем Сталин. Мне ли отсюда восторг изберить? Знаю, радость всплеснула зал. Так на скалистой Камчатке берег рушится вспененный чёрный вал. Стены зала светлее стали. Нас ли с пути ленинизма свернуть? Штурвал большевизма держит Сталин. Море бурливо, но ясен путь. Это стихотворение «Каргина, семнадцатой» посвящено семнадцатому съезду ВКПБ. Он же съезд победителей, но на самом деле он же съезд расстрелянных, потому что в течение ближайших нескольких лет абсолютное большинство делегатов этого самого съезда ВКПБ были уничтожены своими же сопартийцами. Пауки жрали сами себя. Это был выпуск рубрики «Камчатка. День за днём». Мы читали «Камчатскую правду» за третий день февраля 1934 года. «Камчатская правду» за третий день февраля 1934 года.